Вот сегодня пришла в магазин, мою любимую, Омегу, и сделала очередную покупку. На несколько дней отключают газ и решила попробовать мультибарку. Спросила Ольге, взяла вообще самую дешевую, за 1990 смайл. Сказали китайская, ну вот попробую, если понравится, поставлю, если нет, куплю что-нибудь подороже. Но пока вот не было возможности купить подороже финансово. И вот Ольга только что у нее спрашивала, она говорит, у нее тоже есть мультиварка, но другой фирмы, тоже дешевая, Polaris. Вот расскажи, нравится она тебе или нет? Она мне не нравится, но то, чтобы нравится, не нравится, она что-то хорошее есть все равно у ней. В Polaris, да? В Polaris. Мне не нравится то, как она кашу варит. Она водянистая получается, неразваренная. Потом мы сделали еще торт, решили, коржи сделать. Мис прожаривает, верх сырой. Затем мы делали рагу. Все овощи как водянистые, они протушенные, картошка не проваренная. То есть вообще, в принципе, еда не это? Не аппетитная, не вкусная. Да? Да. Ну, в общем, я не знаю даже, может быть. Но есть у меня подруга, она купила себе мультиварку. Отвечай, потом скажешь. Продолжишь фразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в целом, как раз. Здесь у тебя есть мультиварка? Нет, нет. Нет. Нет, Вадим, нечего сказать. Я взяла и решила попробовать. Не знаю, что у вас нет. Нет, но вот какая проблема это с желудком, она ее использует. То есть получается, что для диетического питания она хорошая? Да, да. То есть кому жареная нельзя, то есть вареная, пареная. То есть так слышала, да, ты об этом? Да, конечно. А сама не пробовала, да? Нет, не жареная я потребовала. Ты жареная ешь? Да. У меня у подруги есть мультиварка Redmond. Она купила себе очень дорогую, чуть ли там за 13 тысяч. Много функций, 80, наверное, всяких программ. Самую дорогую взяла. Интересно, а что там можно делать? У нее там и выпечка, и пиццу она там делает. Ей очень нравится. Вот она дорогая, а мы вот решили сэкономить. То есть мне понравилось. Мне понравилось, да? Ну вот я попробую эту, посмотрю вообще. Она тоже дешевая? Да. Она тоже дешевая, поэтому... Фирма Смайл вообще никогда не знала. Но вот в магазине сказали, что в принципе отзывы в интернете очень хорошие. Поэтому не знаю, просто попробуем. Мы у Коларии сочетали отзывы хорошие. Да? Да. Но некоторые все равно проскакивают именно то, что по выпечке... Может, вот те удали? Ну, может, то, что именно по выпечке не пропекается. А, не пропекается. Ну ладно, я вообще-то пеку не очень много. Ну ладно уж. Написано, что выпечка. И выпекать именно вот в час или полтора выпечка идет. Но почему-то она автоматически отключается. 15 минут работ отключается и идет как подогрев. А в итоге верх сырой, низ зажаренный. Посмотрим. Что-то какое-то... Для меня это вообще, это как чудо инопланетное. Потому что я даже не знаю, с каким местом к ней подступиться. У меня никогда ее не было. Никогда ни пароварки, вообще ничего не было. Вот первое знакомство, я еще... Недавно мне подруги говорили, мультиварку обязательно бери. Но не бери дешевую. Ну вот посмотрим. Потому что сейчас пока нет возможности купить за 13 тысяч. Снут. А вот на это и натренируюсь. Потом посмотрим, может, еще и подороже выберем. Ну что же, давайте до новых встреч. Тогда... Ждите. Все проверю. Дома распечатаем, все посмотрим. И уже еще сделаю вам этот сюжет. Уже в распечатанном виде здесь вовсе у себя не буду.